Лиза, ты с ума сошла? Это ж мужская, мужская, мужская раздевалка! А если бы я был голым, я требую разумного объяснения. Всем привет, вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить те сладкие кексики... Ээээ, Вики, которая перед нами. А, я бы сказал, у неё булочки, ничего, так они кексики, ну да ладно, булочки тоже очень важная фигня. Лучше уж, когда есть булочки, чем кексики. Ну, в общем-то, минутка жизненной мудрости закончилась. Лайки, комментарии под этим видосом ставим, пишем, не забываем, и погнали! Пацаны, эх, вы настоящие пацаны! Пионеры! Я сейчас же отрапортуя Наталье Викторовне о результате матча, и вам выпишут по грамоте. За что? А шоколадных медалек не будет? А? Есть охота, умираю! Всё, жрёшь и жрёшь, никак не нажрёшься! Лёша усмехнулся, провожая взглядом уходящий Вик. Лёшка, Стёпа, ребята, вы... Хе-хе, знаем, знаем. Матильда полезла нас обнимать и по-братски целовать в щёки. Ох, как вы сражались, как или вы... Нет, как тигры! Да, игра удалась на славу. Когда я раздуплялся, как играть. Хе-хе-хе. Как же я вам завидую! Ха, тоже хотела бы побывать в шкуре победителей. Ну, не без этого. Хотя бы нахуй у победителя. Так раздражает, что я вынуждена отсиживаться на скамье запасных? О, кстати, почему? Мне казалось, ты обожаешь футбол. Почему не захотела сыграть с нами? Ей спортом нельзя заниматься, Стёпа. Родители запрещают. Я и сама за себя могу ответить, Лёша. Хоть убей, но всё равно не понимаю. У тебя же такая мощная хватка. Ты довольно сильная, да и с виду с тобой всё хорошо. Почему родители запрещают тебе заниматься спортом? Не спрашивай, даже я не в курсе. Я, видевший Матильду в самом, что ни на есть, первозданном виде. По-моему, это было зря. Матильда двинула Лёшу в бок, отчего тот тихо заскулил. Всё так серьёзно? Не хочу это сейчас обсуждать. До встречи, ребят. Увидимся в классе. Ещё какое-то время мы с одноклассниками бурно обсуждали итоги прошедшего матча, нахваливая друг друга за отлично проделанную игру. Я был так счастлив, что совсем забылся, оставшийся в раздевалке, когда все остальные её уже покинули. Хотелось насладиться подольше своей минутой славы, как во времена младших классов. Я мечтательно глядел на дверь, представляя, как сейчас войдёт учитель по физкультуре, наденет на меня золотую медаль и объявит завтрашним торжественным награждением особо отличившихся спортсменов нашей школы. Дверь, вопреки всему разумному, внезапно действительно стала открываться. Я после вы отошёл подальше, готовый поверить, что если моя фантазия и правда сейчас воплотится, значит я погрузился в сон внутри сна, и придётся отбиваться и бежать. Ну нет, в раздевалку вошла Лиза. Лиза? Ты с ума сошла? Это ж мужская... Мужская... Мужская раздевалка! А если бы я был голым, я требую разумного объяснения. Лучше представить, что было бы, если бы это ты зашёл в женскую раздевалку, и я оказалась без одежды. Хе-хе. Да мы все и так знаем, что было бы. С большим усердием я проглотил огромный ком слюны. И ясное дело, что лёгким испугом я б тогда не отделался. Девушка начала быстро ко мне приближаться. Я с грохотом упал на скамейку. Ты настолько сильно хочешь убедить окружающих, что мы с тобой пара? Лиза провела рукой у своего лица, тряхивая невидимую лапшу с ушей. Просто подумала и решила, что вчера я повела себя не слишком справедливо в отношении тебя. Ты спас мне жизнь, а я расклеилась как раз последняя дура. Ничего страшного, ты же девушка. Хе-хе. Тебе повезло, что я тебе обязана. Иначе я грела бы тебя как следует за такие слова. Если так случится, что мир поработят злобные инопланетяне, основная способность которых в силе особ женские особи, поверьте, очень легко будет распознать настоящую девушку, просто пошутив на её счёт. обидеться, человек. Раз уж я не смогла поблагодарить тебя как следует в момент моего спасения, я сделаю это сейчас. Ах ты ж, бляха, муха. Кексик? Ага. С вишенкой на креме. Несмотря на обуревающий меня голод, желудок тут же перестал бурчать, а горло вмиг пересохло. Лиза звонко рассмеялась. Не переживай, он без косточки. Я неподвижно смотрел на кекс и думал, что предпринять дальше. Я цепенел, совершенно растерявшись в сложившейся ситуации. То ли мне следовало наброситься на Лизу, сорвав с неё одежду и страстно поцеловать. А зачем тогда срывать одежду, если просто поцеловать? То ли выхватить кекс и съесть как можно быстрее, чтобы она не решила, будто бы я игнорирую её дружеский шаг. Но у Лизы был свой план. Она уверенно напирала на меня, едва не опрокидывая на лавочку. Лиза взяла вешенку с кексой и положила себе в рот. После девушка стала тянуться ещё ближе и... Да наконец-то, господи, это случилось! Мы синхронно открыли рты, пускаясь в, как мне показалось, страстный поцелуй. Однако вместо горячего языка Лизы я ощутил сладкий вишнёвый сок. Это была та самая ягода. Она от получаемого экстаза, я закрыл глаза. И на какое-то время выпал из окружающей меня реальности. Когда сознание... Когда сознание вернулось, ни Лизы, ни Кекса уже не было. Это вообще взаправду было? Блин, если... А чё себе-то придумывал это всё? Последним уроком была химия. В этот раз я усёлся с Катей как самой сильной в этом инопланетном для меня предмете. Но постоянно думал об Алёне. Она вновь куда-то запропастилась. Понятное дело, что в школе её не было. Но оставался вопрос, явится ли она вообще. Какой-то камень висел на душе, вынуждая думать не о том, чтобы стать магом и влюбить в себя девушку, а о безопасности и благополучии своей однокласснице. Наверное, всё потому, что я не мудока, обычный пионер, желающий немного любви и сочных грудей. Учащиеся плотным потоком хлынули к выходу, едва не застревая в проёме и не срывая дверь с петель. Некоторые даже не побрезговали оставить в кабинете часть своих школьных принадлежностей. Так торопились на перемену. Стёпа, я никак не могу найти Алену, чтобы допросить. Девушка огляделась, дабы никто не услышал её последующие фразы. По нашему делу... Эээ... Почему... Эээ... Чтобы никто не догадался. Конспирация во всей красе. Классика. Лёша приобщила? Ага. В процессе выполнения задания. Ищет Влада. Матильда утвердительно кивнула. Что там с Лизой? Узнал, где она шлялась? Выяснил, но подтвердить ей нечем. Или ты найдёшь её алиби, или мы провалим дело. Время идёт, а преступник может замести следы. Алена снова куда-то слиняла. Если не уверен в Лизе, я сама могу расспросить её. Как девочка девочку? Хе-хе. Не стоит. Раз уж ты доверила это дело мне, я справлюсь. Молодец. Матильда злорадно расхохоталась и побежала на выход. Вскоре уроки подошли к концу и все разбрелись по домам. Особенно Лиза, не желающая участвовать в каких-либо опросах. Домой я вернулся под вечер. Остаток дня, прогуливаясь в парке и думая о том, не мешает ли мне расследование, в которое меня втянула Матильда. В смысле в это дело ещё раз я пришёл к выходу, к выводу, что куда бы не привели эти события и кто бы не оказался кротом в действительности, я смог бы использовать успех в своих интересах. Правда, пока ещё не знаю как. Следовало хорошо помнить, что каждый мой шаг приближает меня к ритуалу, после которого я могу стать волшебником. Да, это звучит всё так же смешно, как и в первый раз, как я услышал об этом, но сомнений у меня в этом нет. Кольцо действительно обладало уникальным эффектом. От меня требовалось лишь подвести общение с одноклассницами, ужас к ужасной кульминации. Но! Смогу ли я разбить девушки сердца? С каждым разом я влюбляюсь всё больше и больше. С каждым новым днём я хочу любить и быть любимым. Не знаю, так ли я силён, чтобы растоптать чью-то любовь. Да и какая это сила после такого? Однако люди живут и после такого. И находят новую, ещё более настоящую любовь. Я же, в свою очередь, в качестве награды получу силы, которые и не снились моему отцу. Сейчас главное, чтобы мне никто не помешал. По привычке, я достал телефон и, зажав кнопку питания, стал дожидаться его включения. Блемк уведомил телефон о нескольких новых сообщениях. Писало мне три человека. Матильда, Катя и Оно Нем. Ох, ну давайте прочитаем всех. Серый, я даю тебе последний шанс. У нас вообще в Раке тебе стоило бы сделать несколько заявлений. Не будь дараком, Катя просто использовала тебя. Или кому-то охота прославиться на сплетнях и скандалах. Хорошая попытка, но нет. Привет, дружище. Скучаю по нашему общению, по прогулкам в парке по тебе. Да иди ты нахуй. Я тоже, но теперь у меня своя дорога. Парень, хватит бегать от одной девицы к другой. Угомонись и прими решение. Я и не забываю сбегать Лизу. Если ты все еще заинтересован, стать магом. Какова цель этого анонима? Ввести меня в заблуждение или помочь? Может, стоит рассказать о нем Анатолию Ервандовичу? Да, но их всех! На удивление, сегодня родители не стали принуждать меня отчитываться о минувшем дне. Не требовали дневник, а отец даже ни разу не упрекнул меня. В пору заволноваться, не добрались ли мои родные до сокровенного. Вдруг они незаметно для меня продолжают вычитывать о буднях моего чада в личном дневнике. Своего чада! Я оперативно проверил дневник в тайнике. Тетрадь лежала ровно в том положении, в котором я ее оставил. А пыль покрывала дневник ровно в том объеме, в котором я предусмотрительно ее насыпал сверху. Я удобно уселся и принялся неторопливо писать. Писанина шла туго. Парой небольших абзацев я писал поиски стукача. Полстраницы ушло на подробности моего футбольного матча, в котором мы одержали победу. Я скурпулезно расписывал суть своей тактики и горделиво расписывал то, как удачно ее реализовал. Не забыл упомянуть я и о появлении Лизы в мужской раздевалке. Или она переигрывает со своей ролью мне моей девушки, или у меня есть все шансы построить с ней настоящее отношение. Остальное свое время я посвятил Алене. Пуская по две-три пары... Пропуская по две-три пары в день, бедная девушка практически переквалифицировалась из тихони в бунтаря-анархиста. По крайней мере, так сказала бы Вик. День ото дня ее жизнь сокращается. А я до сих пор ничего не предпринял, чтобы осветить ее серые будни. Конечно, я продолжаю спрашивать себя, а что я могу сделать? Как это меня касается? Хочет ли этого сама Алена? Постоянно укоряю себя в том, что не обратил на нее внимания раньше. Отбросив эти мысли, я сел за компьютер и зашел в Киберсин. Так, в любом случае, потом... Блин, так путь мага мы уж уже прочитали. Картинки. Оу май! Лента свежих иллюстраций и забавных заметок отвлекла меня от гнетущих мыслей. Целый час я с неподдельным интересом разглядывал формы бравых девиц, представавших передо мной в разных амплуа. На реакторе стыда в это время проводилось голосование на тему возраста посетителей. К моему изумлению, основная аудитория портала были граждане за 60 и старше. После данного открытия мне стало как-то не по себе и я быстро закрыл страничку. Аааа, какой же он тупой, блядь. Пряниковый мальчик не отставал и опубликовал не менее шокирующую новость. Чё за пряниковый мальчик на кого-то целка на что-то есть? Непонятно. Молодая американская пара обзавелась роботом-ребенком, который достигнул подросткового возраста, стал испытывать недопонимание со стороны своих человеческих одноклассников. Ежедневно угнетаемый ганимой он изливал своё горечь в запрещенных экспериментах. Втайне от общественности робот Клайд похитил одну из своих одноклассниц и 80% тела заменил на импланты. Ого. Девочка, ставшая киборгом, осознала себя роботом по кличке Бонни. На пару с Клайдом она отправилась странствовать по свободолюбивым штатам, но удачливой судьбы им сыскать не довелось. Очень скоро они были уничтожены во время полисейского рейда по гетто кварталам. В это самое время Бонни и Клайд организовали раздачу еды для малоимущих и попали под перестрелку между представителями закона и местной бандой рэкетиров. Явление, ставшее прецедентом, повлекло за собой массовые протесты против угнетения роботов и требования от сознательных граждан узаконить робочеловеческие браки. Хорошо, чё в новостях? Совет учёных СССР выступил против успешной реализации программы Андроид. Речь шла о возможности повсеместного применения имплантов. Однако авторитетные профессоры отмечают огромную опасность бесконтрольности и погрешности данной технологии. Рабочие металлокерамического завода города Рязани вышли с требованием сократить рабочие часы с 6 до 5 часов труда, а в трудовые обеды добавлять больше мяса. В следующем месяце в Китае стартует нашумевший в прошлом году чемпионат на самый быстрый пепелац. Защитники атмосферной среды выступают против мероприятия и предупреждают, что из-за нестабильности гравицапа в этот раз основание обойдется без жертв. На землю в одной из капиталистических стран статья не уточняет куда именно было доставлено уникальное животное. С виду хищный зверь вепарь размером со взрослого бегемота. Удивительно, но зверь питается исключительно лжецами. Буквально за месяц в стране, куда оно было доставлено количество синоптиков сократилось вдвое, а политики и вовсе пропали как класс. через два месяца животное умерло от ожирения. Так, ну в принципе все, завершить работу. Я выключил компьютер и отправился спать. Он спать отправился! Какой путь мага? еще немного этого бреда и я свихнусь. Надоело! Ночь была спокойной. Я спал как убитый и не видел ни единого сна. Вторник! А господи, это только вторник. Когда свет озарил мою больную душу, мою комнату, я давно уже был на ногах и во все оружие готовился к выходу. Мне предстоял очередной бой. Не за жизнь, но за собственное счастье. Школьный двор как всегда гремел. Коридор разражался веселым топотом спешащих с урока на урок учащихся. Всех кроме меня. Я осторожно покрутил свое кольцо лжица на пальце и убедившийся, что все в порядке неторопливо зашагал по коридору. Стараясь не подавать виду, я теснился в толпе ровесников. Неловкие встречи с Тиной сбивали меня с толку и я насколько это возможно старался их избегать. предлагая притормозить с разрывающим ее желанием наброситься на меня. Степа, Степочка, я не теряла время зря и уже познакомилась со всеми твоими одноклассниками мужского пола. Я думал речь идет только о трех претендентах. где три там и пять а где пять там и все. Спокойствие только спокойствие. Промычал я про себя стараясь отогнать пошлые мысли. Все мальчики оказались на редкость милыми. Я даже немного в растерянности на ком остановить свой выбор. Хм. Хороший вопрос для следующего выпуска. Ну а сегодня будем на этом заканчивать. Так что все, всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры